Всем привет, дорогие друзья, с вами Рин, и мы продолжаем играть в богов. Оставила я, значит, на следующую серию, уже на эту серию, письмо Алисии, которая, судя по всему, опять будет иметь какое-то важное разветвление, либо, а либо, может, кстати, предыдущее письмо имеет разветвление, потому что раз этот квадратик теперь у нас помечен чёрным цветом, это значит, я так полагаю, что этот путь мы не выбираем, хотя на нём стоит звёздочка с другой стороны, и может быть... Нет, честно говоря, я не догоняю, мне кажется, звёздочка должна стоять именно на тех путях, которые мы выбрали, но почему-то, смотрите, она стоит не везде. Не знаю, не хочется сейчас лезть в настройки и как-то перечитывать правила, я там, мне кажется, просто-напросто застряну, поэтому, ладно, пока сильно много думать об этом не буду. Письмо Алисии на данный момент единственное письмо, над которым мы можем поработать, и называется оно «Женщина с огненными волосами». Ух ты, сразу с арта начинается? Как интересно. Я надеюсь, это не Алисии дали в руки винтовку. Четверг. В двух километрах от шоссе Тайо, на местности, покрытой кустарниками. Через прицел М110 я смотрела на завод в километре от меня. Как ты докатилась до жизни такой, скажи мне, пожалуйста. Ну и костюмчик у тебя, конечно. Рядом с ним не нашлось лучше точки для СП. Снайперская позиция. Место для стрельбы на миссии, которая выбирается снайпером или группой снайперов. Угу. Ладно, мы вас поняли. Скорость ветра 4,3 метра в секунду. Никаких признаков его изменения. Мил дот 4, минус 2. Судя по всему, это какие-то координаты, фиг знает какие. Я положила пули в ряд, позволяя им нагреться на солнце. Только посмотрите на эту даму. Ну это ж вообще такой романтизированный образ получился. Ай, Алисия, Алисия, ну как так-то? 14,10. Маленький желтый седан подъехал ко входу. Заряжаю. Открылась дверь, и из машины вышла женщина с копной огненно-рыжих волос. Ее зовут Лихуа. Отвечает за поставку огнестрельного оружия в кровавую банду. Целюсь. Я нажала на спусковой крючок. Вы посмотрите, и у нее тоже спрайт изменился. Значит, прошло довольно-таки много времени. Цель устранена. В окне на втором этаже завода промелькнула вспышка. Там был еще один снайпер, и он целился в меня. Пуля пронзила прицел и разбила его в дребезги. Я отклонилась в сторону. Пуля не попала в глаз, как рассчитывал мой оппонент, но нанесла серьезную травму. Правая сторона лица горела так, словно ее охватило пламя. Я опустилась на землю и скользнула на другую сторону склона. Затем забралась на мотоцикл, который предусмотрительно подготовила заранее. Но на обратном пути сознание начало покидать меня. Я не справилась с управлением. Мотоцикл угодил в канаву. Кровь смешивалась с мутной водой. Все было таким красным и черным. Пусть Лихуа мертва, такое завершение миссии, позорно. Хотя, будем честны, такая работа не для меня, Алисия. Подождите. Насколько я помню по предыдущему письму, она собиралась отравить денежного Дзя. Но в итоге... Подождите, в итоге он же не выпил отравленное вино, да? Он выкинул бутылку, потому что заподозрил, что чем-то таким от нее пахнет. И ее, по-моему, должен был себе забрать вот тот самый однорукий мужчина. То есть что, Алисия у нас теперь тоже член какой-то преступной группировки. И черт возьми, снайперская винтовка. Когда она так научилась-то так стрелять? Вот так вот, конечно, сходу, с бухты-парахты, она вряд ли могла бы стать обменным снайпером. Так, значит, ага. У нас тут с тобой снова есть условия определенные. Нам нужно сделать так, чтобы ты выжила. То есть эти фрагменты... А, я могу их менять места. Тогда, наверное, по логике вещей вот так это должно быть. То есть там промелькнет вспышка. Но Алисия, типа, успеет выстрелить в ответ. И на сей раз пуля пронзит прицел того снайпера, вражеского. Ну, сейчас проверим, правильно я сделала или нет. Пуля пронзила прицел моего оппонента и разбила его в дребезги. Как и череп. Но пока я была занята снайпером, красноволосая женщина скрылась из виду. То есть, ну что, тебе так обязательно ее убивать? Я опустилась на землю и скользнула на другую сторону склона. Затем забралась на мотоцикл, который предусмотрительно подготовила заранее. Без сомнения, после этого они будут настороже. Я провалила первую миссию. Не знаю, как теперь рассказать об этом Рэю. То есть это твоя первая миссия? Да ладно. Долго. Действительно долго, значит, ее к этому готовили. Шум двигателя эхом отдавался в долине, словно расстроенный рык невидимого монстра. Это еще сильнее выбивало меня из колеи. И это ранг А. Хорошо. Допустим. Может быть, тогда нажать на спусковой крючок «Убить Лихуа», а потом... А, подожди, так же изначально и было. Изначально же так и было. И так вот менять местами их я не могу. Давайте попробуем так. Да, по идее, на лучшей концовке всегда меняется музыка. Скорее всего, вот правильный выбор. Я видела через прицел, что оппонент успел уклониться. Зато теперь у меня есть немного времени. Миссия выполнена. Я опустилась на землю и скользнула на другую сторону склона. Затем забралась на мотоцикл, который предусмотрительно подготовила заранее. Я мчалась быстрее ветра. В роскошном люксе на последнем этаже Мелоди Холла я отчиталась Рэю. Он был очень доволен. У меня для тебя кое-что есть. Рэй поднял с пола пальто и вытащил из кармана маленькую коробку. Затем передал мне ее левой рукой. Как жаль, что я не смогу помочь тебе его надеть. Позже я сложила роскошное ожерелье в свою особую сокровищницу. А потом достала оттуда цепочку с крестом. Я носила ее с раннего детства. Я положила ее в конверт. Хочу отправить брату. Последние четыре года я регулярно отправляла деньги в приют. Тетя Бенита даже несколько раз мне написала. Но верно, получается, что эти события с Алисией происходили еще до того, как Карлос отправился ее искать. Вот поэтому все это время они и не могли пересечься. Просто потому, что в разное время все происходило. Она рассказала, что с Карлосом все хорошо. И он усердно старается в школе. Карлос уже вырос. Наверняка он стал прекрасным молодым человеком. Как бы мне хотелось однажды получить письмо, написанное ей. Если только вы друг друга найдете, ребят. Если только. Что-то я уже, честно говоря, сомневаюсь. Если у вас настолько разные ваши временные рамки, то как-то это... Даже не знаю, не знаю. Алисия снайпер. Кто бы мог подумать. Так, так, так. Что же мы здесь видим? Ну, судя по всему, опять письмо от Алисии. Танцовщица. Прости. И наш любимый Чанген Мин. Слежка. Если бы я только мог сделать это снова. Ай, дорогой мой, дорогой. Видимо, эти два письма будут друг с другом связаны. Ну что ж, тогда продолжаем историю Алисии. Я, на самом деле, сейчас сидела и думала, как это, чёрт возьми, странно. Ты сидишь вне пространства и времени. Возишься со всеми этими письмами, со всеми этими историями. Помогаешь этим людям выпутываться из сложнейших жизненных ситуаций. Как-то действительно управляешь их жизнью, всё это разруливаешь. Но по итогу то, что все эти события происходят в разное время, это как-то странно. От этого мне кажется, что этот весь процесс просто смысла не имеет. Ну, не знаю. Я надеюсь, что всё-таки для этих людей есть значение того, что мы делаем. Ведь всё-таки мы решаем их судьбу. В общем, конечно, сложное такое осознание получается. В юго-восточной части Гонконга расположена самая большая и наиболее охраняемая тюрьма города. Центральная тюрьма Гонконга. Я назвала имя Надзиратель Крис охранником ухода. Они бросили взгляд на мой откровенный наряд. Это тебя Рэй заставляет так одеваться? Небрежно осмотрели содержимое крошечной сумочки и пропустили внутрь. Кроме Криса в офисе начальника тюрьмы никого не было. Рядом с диваном стояло радио, из которого доносилась какая-то неизвестная мне латинская музыка. Это особое увлечение Надзирателя Криса было единственной слабостью в этой неприступной крепости. Ему нравилась латинская музыка. Более того, в последний день каждого месяца он приглашал к себе юную танцовщицу. Но ни одна из тех девушек так и не вернулась. Кто-то говорил, что они получали новые паспорта и начинали жизнь в другом месте, а другие настаивали, что все девушки мертвы. В любом случае, это вся информация, которую мне удалось собрать. Неизвестность сделала миссию очень рискованной. И все же это единственный способ приблизиться к нему. Слушайте, как дракон, которому каждый месяц отправляли новую принцессу. Была же такая или сказка, или легенда, что-то такое. Я проигнорировала похотливые взгляды начальника тюрьмы и начала танцевать. Но она здесь, судя по всему, как танцовщица под прикрытием. Пусть эта песня была мне незнакома, ее мелодия вызывала чувство ностальгии. На краткий миг мне показалось, что я вернулась в Мексику. Я представляла, как прогуливаюсь по улицам прекрасного Куапитека, купаясь в теплом солнечном свете. Да, приятная музыка. Как махая рукой прохожим, говорю «Буэнос Диас!» Я протянула руку надзирателя и пронзила его, страстным и манящим взглядом. Он схватил меня за руку. Я ощутила острую боль в животе. Пришлось бежать в уборную. Отчего-то заболел желудок. Я уж думала, он ее кольнул туда, порезал, нет? Меня охватило плохое предчувствие. Если продолжу миссию, все закончится плохо. Инстинкты еще ни разу меня не подводили. Спустя несколько минут я сбежала через окно уборной. Прямо таки сбежала, и никто тебя не поймал. Ты же все-таки находишься в тюрьме. Там же охраняемая территория. Как ты смогла сбежать в этот раз без моей помощи? Никогда не заставляй себя, если ощущаешь неуверенность. Рей научил меня этому. Однако надзиратель Крис запомнил мое лицо. Поэтому я не смогу попытаться еще раз. Почему мне кажется, что они с этим Реем в итоге поженятся и станут кем-то вроде Бонни и Клайда или... не знаю. Какие еще преступники? А, скорее эти... Господи, как их? Микки и Мэлори Нокс. Если отправим кого-то другого, следовать той же стратегии будет очень рискованно. Рей, я облажалась. Алисия. Раньше было, Карлос, я скучаю по тебе, теперь Рей, я облажалась. Вот, пожалуйста. Ну, хотя это не совсем справедливо, а братья, она, конечно же, вспоминает, куда деваться. Ну что ж, дорогой мой корейский полицейский, приступим к твоей истории. Офицер Джи Йон до сих пор в больнице. Так еще и Мин Джун не появлялся на работе несколько дней. Лейтенант Кан говорил, что это из-за проблем со здоровьем. Ну, так и вышло, что мы с ним остались единственными активными членами четвертого подразделения. Мы стояли в 403-й квартире солнечных апартаментов. Но тут и в помине не было солнца. В комнате никакой мебели, кроме холодильника, микроволновки, простой газовой плиты и пары мисок с тарелками, которыми уже давно никто не пользовался. Толстые шторы плотно закрыты. Солнечный свет не проникал сюда вот уже несколько месяцев. Вся комната пропахла плесенью. Это ее квартира, интересно? Но это идеальное место для наблюдения. Я быстро установил телескоп и направил его на одно из окон третьего этажа. Через него я наблюдал, как завтракает полная женщина. Ее возлюбленный, наркоторговец из Юсон, которая принадлежит банде Мусун. Он курировал транспортировку своего товара. А еще это главный подозреваемый в деле об убийстве, которое произошло недавно. Мужчину не видели уже несколько дней. Мы с лейтенантом Каном первый раз работаем вдвоем. В четвертом подразделении я не так давно, но уже понял, что все, что я слышал об этом месте, лишь пустые сплетни. Пусть в четвертом подразделении немного людей, зато каждый обладает особым талантом. Потрясающий стрелок, мастер трансфигурации, не говоря уже о самом лейтенанте, внутри которого сокрыт настоящий зверь. Это верно. Очень колоритные ребята там работают. Когда состояние Джи Йон стабилизировалось, лейтенант Кан рассказал, что на самом деле произошло во время нашего сражения. Я встретил его вторую личность, Йон Гона. Это совсем другой человек. А-а-а-га. Значит, у лейтенанта Кана таки раздвоение личности, если это правильно будет именно так назвать. Он очень жесток, а еще не имеет доступа к воспоминаниям основного владельца тела. Лейтенант Кан ходит на миссии в одиночку ради безопасности коллег. Сначала было тяжело в это поверить. Я даже думал, что он просто отшучивается, потому что недостаточно доверяет мне, и не хочет, чтобы я узнал, откуда он черпает свои силы. Но в больнице, во время посещения, Джи Йон поделилась своим опытом, тем, как присоединилась к подразделению, тем, что у нее произошла подобная история. Лишь тогда я уверился, что все это чистая правда. В смысле, подобная история, в нее тоже кто-то вселялся или как? Или имеется в виду, что лейтенант Кан однажды ее чуть не убил таким образом? Вторая личность – явление не из обычных, так что лейтенанту приходится держать ее в тайне. Особенно причину появления. В любом случае, эта небольшая причуда никак не повлияла на мое отношение к нему. Он странный человек. Его характер еще более странный, но лейтенант очень о нас заботится. Вот, кстати, у моего рабочего места просто невыносимый запах, потому что третье подразделение не закрывает дверь в уборную, и на днях он на них за это накричал. А то, что никто не хочет в четвертое подразделение – полное вранье. До всех предыдущих новичков лейтенант просто отослал назад, потому что они были слишком слабы. Да, в этом все дело, а я особенный, поэтому я остался. Это моя первая миссия наблюдения. Чем больше я размышляла о том, что буду наедине с лейтенантом несколько дней, тем больше волнение меня охватывало. Да ладно, я все понимаю. Джи Йон, все дела. Может, это только у Чан Гюн Мина. Хотя нет, он же был восхищен, когда увидел женщину. Никакого нам Яоя, к сожалению. Интересно, согласится ли он на спарринг? Собственно, а почему бы и не сейчас? Ты кретин, да? Лейтенант Канн, не хотите немного размяться? Бззз, бззз. Непонятно, нафиг это написали, это же не обязательно озвучивать. Как же не вовремя этот звонок в дверь? Я открыл дверь и увидел молодую женщину. Она сказала, что она писательница и живет в квартире рядом. И вот заметила, что въехал новый сосед. Хотела зайти поздороваться. Потом она спросила, чем мы занимаемся. И задала еще целую кучу вопросов. Настолько много, что я растерялся. Мне нравятся красивые женщины, но я не могу с ними управиться. И пока я заикался, лейтенант Канн пришел на помощь. Он объяснил, что мы братья, недавно переехали в город. Он журналист, а я его младший братишка, шеф-повар. Как интересно. Услышав вторую часть предложения, я не сдержался и посмотрел на него. Проведя какое-то время с лейтенантом, я узнал, что, несмотря на всю его невероятную строгость, у него полно козырей в рукавах. Писательница беспрестанно с ним кокетничала. Ровно с того момента, как впервые увидела его. Но ты знаешь, я ее понимаю. Видите, такой вот у нас лейтенант. Привлекательный во всех смыслах. Он быстро избавился от нее, а потом сказал мне глаз не сводить с объекта и ушел. Наверное, решил подготовиться и закупиться необходимым на несколько дней. Я частенько слышал от офицера Минджуна, что обычно у них на миссиях был один рамен со вкусом кимчи. Не самая здоровая пища, но в подобных обстоятельствах самое то. Кроме того, я люблю кимчи. Ну, вещь эта, конечно, специфическая, но я помню, как в городе, где жила раньше, было такое заведение, где подавали очень вкусные бутерброды вот с этим самым кимчи. Не знаю, какого рода, кстати, это существительное, поэтому говорю в мужском. И с рыбкой. Это прям, я не знаю, отвал всего был, очень вкусное блюдо. Но вот спустя 20 минут перед моими глазами предстал пакет с мороженым. Сердце прямо кровью обливалось. Как я мог забыть, что лейтенант есть столько нездоровую и ужасно калорийную пищу? Да, 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 кстати, теперь я тоже припоминаю. Похоже, рамен офицер Минджун покупал сам. Ой, какие красавчики, только посмотрите. Я сел рядом с лейтенантом и полностью смирился со своей судьбой. Я смотрел на хозяйку квартиры, жуя мороженое. Так а чё? Мороженое, это ж хорошо, тем более, если у вас там жарко. Я ел мороженое, когда она смотрела телевизор. Я ел мороженое, когда она поливала цветы. Я ел мороженое, когда она готовила обед. Я ел мороженое, когда она решила вздремнуть. А, ну понятно, слишком много мороженого, это тоже не есть хорошо. Я ел мороженое, когда она была мороженым. Солнце садилось, мороженое начинало делать мороженое на ночь. Мое мороженое заурчало. Мороженое, 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 мороженое. Все. Простите, я столько не прочитаю. И вновь дверной звонок не вовремя зазвонил. В смысле не вовремя, наоборот же, наверное, вовремя. Ты перестал думать о мороженом. Я открыл дверь. Это опять писательница? А у нее в руках сумка с продуктами. Ребята, вы еще не обедали? Давайте вместе поедим. У меня тут остались продукты. К тому же я не прочь попробовать еду от самого шеф-повара. Она прошла мимо меня, переобулась в тапочке у входа и с любопытством заглянула в комнату. Чан Гюн Мин, тебе хана. Шеф-повар. Ужин явно не был ее истинной целью. Но в моем желудке переваривалось только мороженое. Я был на пределе. От одного вида свежих овощей мясо слюнки потекли. Погодите, шеф-повар? Это она обо мне? Но, лейтенант, не вы ли должны нести ответственность за свою ложь? Стоило мне подумать об этом, как он подошел к двери. Он громко ударил по стене рукой. У дверного проема лейтенант Кан очаровывающе смотрел на писательницу. Ах, какая жалость. Мы только что поели. Ну, конечно. Мороженое. Хотя обычно я ложусь спать позже, чем мой брат. Погоди, что? Ну и кто из нас готовит постель, когда еще нет и семи вечера? Может, я зайду позже? Я и сам неплохо готовлю. Посмотри, какой соблазнитель, а? Ха-ха-ха. Ну, а кто не может приготовить молочный коктейль? Ну да, просто достать все из холодильника и оставить на час. Но, к моему удивлению, писательница понравилась эта идея. В таком случае не буду вас отвлекать. Ага, пока-пока. Ну, оставь еду. А что, до сегодняшней ночи, то я тоже поздно ложусь спать. Можете забежать ко мне на ночной перекус. Сейчас знаем мы ваши ночные перекусы. Да-да. Да ты выглядишь настолько возбужденный, как будто тебе сон вообще не нужен. Наконец она ушла. Я вздохнул с облегчением и вернулся к окну. Вот черт! Человек около здания оказался тем самым наркоторговцем. Он собирался улизнуть. Мы со всех ног рванули вниз, но там уже никого не было. За следующие три дня он так и не появился. Эх, вы, лошары! Упустили жертву. И вряд ли в принципе вернется, учитывая, в какой спешке уходил. Миссия провалена. Чан Ген Мин. Так, ну что ж, горе-частные сыщики. Одни сыщики, другие снайперы. Ага. Он громко ударил по стене рукой. Я ощутила острую боль в животе. Пришлось держать упор, но он схватил меня за руку. Если честно, я вообще не понимаю. Либо тут такой перевод, либо я просто не понимаю, как эти фрагменты могут друг дружку заменить. Хорошо. Я так предполагаю, концовок здесь будет много. Давайте начнем с чего-нибудь, а там уже посмотрим. Похоже, все из замороженного. Ой, господи, зачем этот звук-то вы сюда добавили? Я сел на унитаз и позволил всему этому вылиться. Даже из уборной я слышал, как лейтенант проводит свой мастер-класс. Когда я наконец вышел, его и писательница уже и след простыл. Блин, я, конечно, все понимаю, что, естественно, то не безобразно, но блин! И только потом узнал, что он увидел наркоторговца. Лейтенант не захотел прерывать меня и погнался за ним в одиночку. В итоге, через несколько кварталов погони наркоторговцу удалось сбежать. Будь я там, мы бы точно смогли его поймать. Черт возьми! Во всем виновата мороженое! То есть, скорее всего, не надо было отправлять его в уборную. Как он заметил накладные ногти? Надзиратель Крис схватил меня, но 4 года тренировок научили меня сохранять спокойствие в подобных ситуациях. То есть, подожди, он заметил накладные ногти и... И что из этого? Однако, со скоростью реакции были проблемы. Это и сыграло злую шутку. Это не смогло ускользнуть от его глаз. Он быстро развернул мою руку и тут же сломал ее. Боже мой! Четыре года назад Рэй подарил мне еще один шанс на жизнь. И с тех пор каждый прожитый день был словно подарком для меня. Не знаю, что случилось между ним и Крисом, да и знать не хочу. Но я никому не позволю навредить Рэю. Я же говорю, между ними, скорее всего, завяжутся отношения. Прям все как будто к этому идет. Скорее сама умру, чем подставлю его. Я раскусила капсулу и вкус горького миндаля наполнил мой рот. У нее, значит, на такой случай еще есть яд. Да. Е-мое. Так, Алисия. Давайте тогда уберем вот это. Вот это. И сделаем вот так. Угу, видимо, это тоже будет плохой исход. Надзиратель Крис ворвался в уборную и зажал меня в угол. Он взял накладные ногти, что я оставила на раковине, и почувствовал от них запах смерти. Ага, то есть подожди, эти ногти были пропитаны ядом или что? Она бы там его царапнула, например, случайно, и яд бы проник в кровь, или как это работает? Четыре года назад Рэй подарил мне еще один шанс на жизнь. Короче говоря, понятно все. Она в любом случае будет кончать с собой. Ужас. Пошли. Лейтенант Канн неожиданно появился рядом, схватил меня за руку и вывел на улицу. Мы столкнулись с наркоторговцем, который только что вышел из дома напротив. Он взглянул на лейтенанта Кана и мгновенно бросился бежать. А этот парень шустрый. Мы гнались за ним несколько кварталов, пока не зажали с двух сторон в небольшом переулке. На следующий день в комнате для допроса. Так, то есть для этих ситуация разрешилась. Он оказался еще тем крепким орешком. И отказался отвечать на вопросы. Спустя полчаса безрезультатной работы лейтенант встал и отключил видеокамеру. Затем снова занял свое место. Наклонился вперед и прошептал. Не хочешь заключить сделку? Сделку? Что он задумал? Парню, похоже, так же любопытно, как и мне. Тоже подался вперед, чтобы услышать слова лейтенанта. Тот достал складной нож. Раскрыл его и одним движением пригвоздил левую руку наркоторговца к столу. Парень вскрикнул, но не двинулся, опасаясь травмироваться еще сильнее. Думаю, он не хотел рисковать собственной шкурой. И, наконец, он заговорил, дрожа от боли. Если, если я отвечу на ваши вопросы, вы посодействуете мягкому приговору. Лейтенант улыбнулся и вытащил нож. Сложил и убрал в карман, даже не вытерев кровь. После рассказа обо всем, что нас интересовало, наркоторговец снял куртку и отбросил в сторону, не переставая сыпать проклятиями. И вот тогда я увидел огромную татуировку в виде зеленого питона на его левой руке. Лейтенант внезапно замолк. Пришлось несколько раз назвать его по имени, чтобы добиться хоть какой-то реакции. Он встал, похлопал меня по плечу и, прежде чем выйти, сказал, «Он твой. Заставь его заплатить». Да, походу, вот так нам придется сделать для Алисии. Либо, что мне, честно говоря, не очень нравится, придется пересматривать предыдущее письмо. А, то есть даже так не получается. Скорее всего, а что тогда делать? Просто бежать в уборную? Ну, давайте попробуем, посмотрим, что на сей раз у нас получится. У дверного проема лейтенант Кан очаровывающе смотрел на писательницу. Ах, какая жалость, мы только что поели. Ну, это мы тоже читали. О, кроме того, мы вовсе не братья. Наконец-то, хоть какая-то правда. Я только ем закуски, которые он готовит. Да никогда я не готовил никаких закусок. Это нездоровая пища. Лейтенант Кан крепко обхватил мою руку и поднял вверх перед писательницей. Она почему-то покраснела. Выражение ее лица напомнило мне о дамах, которые приходили помолиться в храм. Они выглядели так же, когда видели моих привлекательных братьев. Ну, в таком случае я не буду вас беспокоить. Ага, пока-пока, но оставь еду. Наслаждайтесь своими закусками. Еда! А она, походу, подумала, что они пара. Нет? В итоге писательница ушла, прихватив с собой продукты. Напоследок она мне подмигнула. Сердце пропустило несколько ударов. Я что, влюбился? Да ты влюбляешься, блин, в каждую более-менее привлекательную женщину. Но когда я повернулся и увидел сумку с мороженым, пришлось принять свою судьбу. Я вернулся к окну и увидел нечто ужасное. Вот черт! Человек около здания... Ага. Понятно, понятно. Миссия... А, и у Алисии все плохо? Да что ж ты будешь делать? Еще четыре концовки. А у тебя-то... А, у тебя три. Угу. Хорошо. Допустим, мы уберем из письма Алисии вообще все фрагменты. А вообще, наверное, так и надо было сделать. Чтобы она никуда не убегала и смогла успешно все закончить. Сначала я. Лейтенант бросился в уборную вслед за мной и угрожающе уставился. Наши желудки зарычали. Это все из-за мороженого. И если бы я сказал нет и сел на унитаз, то буквально через секунду получил бы свой шанс на спарринг. Но... Да ладно, пусть идет первым. Я смиренно вышел и ждал у двери, извиваясь от нетерпения. Писательница уже и след простыл. Мы еще неделю продолжали наблюдение, но так и не увидели, чтобы наркоторговец посещал свою любовницу. Пришлось отменить миссию. Надо будет потом вспомнить... Ну, точнее, как вспомнить? Мы же у них получили лучшую концовку. Надо будет просто ее выставить и все. Надзиратель Крис достал деньги из ящика и протянул мне. Можешь идти. Я вернулась тем же путем, каким и вошла в тюрьму. П-почему это? Странно. Надзиратель не проявил ко мне никакого интереса. Почему? Да-да, вот тот же вопрос. Я что-то упустила? Ё-моё! Алисия, блин! А что делать-то надо? А может быть, сделать так, чтобы он просто схватил ее за руку? Нет, это плохая концовка получается. А как было-то? Сначала острая боль в животе, потом он схватил за руку? А если... Ага, мы еще не пробовали все фрагменты в письмо Алисии убрать. Переместить, точнее. Ладно, едем дальше. Я взглянул вглубь комнаты. Похоже, лейтенант Кан не собирается мне помогать. Эх, это все ради свежих овощей и мяса. Пришлось взять сумку у писательницы из рук и отвезти ее саму на кухню. Я, конечно, не шеф-повар, но вполне в состоянии приготовить несколько блюд. В храме Шаолинь такая работа была обязательной. Но когда я закончил с готовкой и принес все из кухни, лейтенант Акана и след простыл. И только потом я узнал, что он увидел наркоторговца... В итоге, да. В итоге ему удалось сбежать. Будь я там, мы бы точно смогли его поймать. Эх, это я виноват. Какого черта я вообще занимался готовкой? Ранг С. Блин, Алисия! Алисия, ты задолбала. В общем, ребят, я пропущу то письмо, потому что там опять были не очень-то приятные звуки для ушей. И, в общем-то, там ничего особенного не было. Чанген Мину также стало плохо, и лейтенант Кан также погнался в одиночку за наркоторговцем, но он его упустил. Ну давай, Алисия, девочка, скажи, что все получилось. Возможно, моя страсть отравила надзирателя. В его взгляде появилось что-то другое. Что-то извращенное и опасное плало в его глазах. Мне стало не по себе, и я решила немедленно закончить миссию, боясь раскрыть себя. Но он так крепко схватил меня за руку, что я не смогла вырваться из его хватки. Стоит ли мне сопротивляться? Я не раскрою себя? Или лучше подождать другой удобной возможности? Он поцеловал меня. Но когда я ощутила странный вкус во рту, было уже слишком поздно. Я очнулась, и первое, что увидела перед собой, это небо. А затем океан и пляж. Я лежала на безлюдном пляже, обнаженная и избитая. Обычная девушка была бы уже мертва к этому моменту. Но четыре года жестких тренировок сделали свое дело. Так вот куда делись те несчастные. Над ними поизмывались и выбросили в океан. Надзиратель Крис запомнил мое лицо. Поэтому я не смогу попытаться еще раз. Тебе хотя бы узнать, где ты находишься. Если отправим кого-то другого... Ага. Рэй, я облажалась. Что-то мне это все не нравится. Похоже, опять придется к предыдущему письму обращаться. А еще вот так вот мы не пробовали. Фух. Ну, похоже, наконец-то я ее нашла, ребята. Файнали. Что так сложно-то? Возможно, моя страсть отравила надзирателя. В его взгляде появилось что-то другое. Но это опять же мы читали. Надзиратель Крис начал задыхаться. Ага, на сей раз, значит, она успела. Он упал на пол, сжимая шею руками. Его лицо приобрело фиолетовый оттенок. Крис никогда не узнает, что виной тому была крошечная царапина на затылке. Я успокоилась. Сняла накладные ногти, покрытые ядом. Избавилась от откровенного платья. И выпрыгнула через окно в уборной. В этот раз ты, значит, спаслась. Так, значит, мне надо перейти... А тут еще одна концовка, кстати, не открытая у нас. Как нам сделать... По-моему, вот так. Но подождите, почему у меня опять одновременно не выставились хорошие концовки? Давайте-ка историю глянем. Он громко ударил по стене рукой. А вот этот-то фрагмент куда мне убрать? А, и тут еще одна есть. Господи. Какая-то нескончаемая у нас тут история. А, я едва успела натянуть штаны, когда лейтенант схватил меня за руку и вытащил из уборной на улицу. Мы столкнулись с наркоторговцем. Это, наверное, тоже хорошая концовка, да? Такое же бывает, что есть две концовки С. Ну, по идее, да. По идее, все это мы читали уже. Ну, в общем, как мы видим, да, здесь просто было две хорошие концовки у письма Чан Генмина. И что же это было за человек, у которого был наколот зеленый питон на руке? Кто-то явно серьезный. Из какой-то группировки, с которой лейтенант Кан имел уже дело. Я так полагаю, мы в будущем с этим еще будем разбираться. Новые письма? Опять от Алисии? И опять от Чан Генмина? Да ладно, ребят. Черные ящики. Я не могу вернуться сейчас. Судя по всему, очередная миссия нашего снайпера. А здесь несчастье в четвертом подразделении. В смысле несчастье? Какое несчастье? Ну, ладно, ребят. Я думаю, времени у нас еще немножечко с вами есть. Давайте попробуем продолжить почитать дальше. Я, конечно, не знаю, смогу ли я прям сегодня вырулить на хорошие концовки для обоих. Ну, мы хотя бы почитаем. 14.00. Я отправил двух охранников на верхние этажи, а остальных на первой. Я выключила радио и вышла из уборной в униформе уборщицы. Затем смешалась с толпой паникующих и ничего не понимающих офисных работников. Мне удалось незаметно проскользнуть на лестницу, которой пользуется только служба безопасности, и подняться на 33-й этаж. Он предназначен только для руководителей корпорации. Я потянулась за ножом, спрятанным на поясе. План состоял в том, чтобы напасть из засады на охранников, пока они меня не заметили. Блин, куда девалась та робкая мексиканская девочка? Однако коридор оказался пуст. Я открыла дверь в офис президента. Никого. Я осторожно прошла в комнату. Когда я открыла шкаф, оттуда выкатилось тело. Дверь была выбита. Я отступила на два шага, а затем рванула вперед и выпрыгнула в окно. Нифига себе, секретный агент Смит. Я проскользила по веревке до первого этажа здания. Мне аж прям захотелось этот фильм пересмотреть. Несколько людей стали свидетелями моего побега и провожали меня восхищенными воскликами. Да, мне кажется, это прям отсылочка на фильм «Мистер и Миссис Смит». Был там такой же эффектный спуск с какого-то очень высокого этажа Анжелины Джоли. Но вскоре их внимание переключилось на взрыв, прогремевший на последнем этаже. Тело в шкафу было моей целью, президентом корпорации Лянам Дзилуном. Кто-то добрался до него раньше меня. Но я не понимала, почему к его телу была привязана бомба. Бомба, которая должна была взорваться из-за вмешательства или по окончанию таймера. «Взрыв оказался мощнее устроенного мной. Конкуренты? Тебя хотели подставить? Или не тебя, а Рея? У кого там, не знаю. На ум приходит лишь одно. Другой киллер знал, что за целью охотиться не только он. Поэтому решил устроить вот такой розыгрыш». Ну, походу, действительно, это прямая отсылка на фильм. На самом деле, моя миссия заключалась в чем-то гораздо большем, чем простое убийство. Нужно было сделать еще кое-что. Забрать черную металлическую коробку. Понятия не имею, что внутри, но явно что-то очень важное. Какой-нибудь ключ? Боюсь, коробка в руках другого киллера. Кто бы это мог быть? «Слушайте, я сейчас подумала, а вдруг это...» Хотя нет. По идее, Карлос еще в то время не должен был отправиться ее искать. Так что вряд ли это он. Я просто себе представила, что было бы, если бы они столкнулись вот так. «Нос к носу, брат с сестрой». Да нет, нет, вряд ли это Карлос. Знал ли он, что Рей искал коробку? Или он устроил розыгрыш специально для меня? Боль в левой руке прервала мои размышления. Лишь тогда я поняла, что левую ладонь разорвала на куски. Она бесследно исчезла. Алисия. Так подожди, а что случилось-то в тебя выстрелили или что? Ой, я не могу. Когда ж, ребята, ваша жесть уже закончится? Уже так хочется, чтобы с вами происходили какие-нибудь менее опасные случаи. Не было ни лейтенанта Кана, ни офицеров Минчжуна и Джи Йон. В офисе остался только я. Пришлось задержаться из-за заявления подозреваемого. Вот я и начал чувствовать себя одиноко. Лейтенант сказал заставить его заплатить. Офицер Джи Йон поделилась, что лейтенант иногда меняет количество товаров и денег, когда речь заходит о контрабанде. Так преступники получают более тяжкое наказание. Но этот парень уже соучастник убийства. Как же мне сделать его дело еще хуже? Честно говоря, ой, не знаю, как быть. Я задумчиво почесал голову, как вдруг зазвонил телефон на столе лейтенанта Кана. Анонимная наводка на убийство. Но четвертое подразделение обычно рассматривает случаи, связанные с группировками или наркотиками. Почему это сообщение досталось нам? Не знаю, как правильнее будет поступить. У меня ведь все равно дел немного. Сердце, исполненное справедливости, забилось в предвкушении. Я схватил пистолет, вышел и уже собирался спуститься по лестнице, как меня громко окликнули. А с этим-то что делать будешь? Я обернулся. То был лейтенант третьего подразделения, Ким Чон Хо. Лейтенант Ким спросил, не собираюсь ли я на место преступления, которым сообщалось в анонимном звонке. А потом сказал, что не стоит идти в одиночку и что он составит мне компанию. Так мы сможем прикрыть друг друга в случае чего. Мне это показалось отличной идеей. Мы сели в патрульную машину и включили сирену. Зеленый питон забыт окончательно и бесповоротно. Минут через двадцать мы уже стояли у жилого дома. Двухэтажное здание. В квартире на верхнем этаже смутно различалось пламя. Что-то было не так. «Здесь кто-нибудь есть?» Я постучал в дверь. «Тишина. Так тебе и ответили». Я постучал еще громче и закричал. «Тишина». Лейтенант Ким остановил меня и сказал, что нужно дождаться, пока управляющий откроет дверь. Всю квартиру охватил огонь. Когда управляющий повернул ключ и прикоснулся к ручке, он внезапно отпрыгнул, словно его что-то сильно шокировало. Я подошел и взялся за ручку. Такое ощущение, будто паяльник прожигает мою ладонь. «Привет, флэшбэки из Эвер Севентин!» Пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. Стоило открыть дверь, как пламя моментально вырвалось и обдало жаром. Запах моих сожженных волос тут же наполнил воздух. Лейтенант Ким отступил назад. «Если наводка это правда, то внутри есть люди». Я сделал шаг вперед, но лейтенант остановил меня. «Ты с ума сошел? Глянь, как полыхает! Да от тебя одни угольки останутся!» «Мы здесь простояли минут двадцать. Все, кто был, уже мертвы!» Он прав. Мы подождали, пока пожарные не потушат огонь, а затем вошли в квартиру. Внутри все выгорело, и мебель в том числе. Мы обнаружили два трупа, но их так изуродовало, что опознать не получалось. Один в ванной, другой в гостиной. «Нужно отправить их на вскрытие». Личности погибших установили только на следующий день. Я даже представить не мог, что это тела? Офицера Мин Джуна и лейтенанта Кана. «Нужно было вломиться внутрь!» Я мог их спасти! Чан Гён Мин. Блин, бедняга! Ну, конечно же мы... Ага! Всю квартиру охватил огонь. И что делать? Сейчас я подумаю. Сначала уберем огонь. В спальне никого не оказалось. На полу валялось множество пивных бутылок. Часть из них была пуста. В иных еще что-то осталось. Повсюду разлитое пиво. А еще много свечей на полу. Тут что, какое-то заседание из секты было? Тут лейтенант Кан без сознания! Я услышал, как лейтенант Ким говорит из ванной. Я побежал на голос. Лейтенант Кан был очень бледным. Губы посинели. Он лежал без сознания. У меня не было времени задаваться вопросами, как он тут вообще оказался и почему сейчас в таком состоянии. Мы сразу же повезли его в больницу. Врач сказал, что у лейтенанта алкогольное отравление. Хм... Его насильно тут спаивали, что ли? Слава богу, мы успели вовремя. Даже небольшое опоздание обернулось бы серьезными проблемами. Лейтенант Кан выжил. Однако мы так поспешно ушли, что не заметили одну странность в гостиной. На следующий день, когда я навещал лейтенанта, люди из третьего подразделения снова меня вытолкали. Сказали, что в его доме нашли тело офицера Минджуна. В его доме? У них были основания полагать, что произошло убийство, а лейтенант как-то к этому причастен. С этого момента за ним велось круглосуточное наблюдение. А, так это его вторая личность, может быть, вырвалась из-под контроля и... и совершила вот эту... ранг Б. Ну, а... понятно. А письмо Алисе мы даже не прочитали. Так, дверь была выбита. Когда я открыла шкаф, оттуда выкатилось тело. Давайте попробуем так. Хотя как бы не хочется, чтобы где-либо вообще тела выкатывались. Но тем не менее. Я узнал человека, лежащего на полу. Глаза офицера Минджуна широко распахнуты. На его рубашке в области груди темнело пятно. Кровь уже высохла. То есть он все равно труп. Прежде чем получилось изучить все детальнее, офицеры третьего подразделения, что следовали за нами, подтолкнули меня и начали сами все осматривать и записывать. Было как-то странно. Это ведь я получил наводку, но всю квартиру заполонила другая команда. Вскоре приехали криминалисты. А я все никак не мог принять смерть Минджуна. Ребята из третьего подразделения не позволяли приближаться к телу и оставалось только осмотреть гостиную. Проходя мимо комода, я заметил перевернутую рамку со снимком. Я поднял ее. На фотографии стоял лейтенант Кан и женщина лет 30. Эй, ты! Ничего не трогай! Да, ты! Люди третьего подразделения выставили меня из квартиры. Пришлось стоять у двери и наблюдать, как они выносят тело Минджуна. Но что более странно, в ванной обнаружился лейтенант Кан с алкогольным отравлением. Как я выяснил позже, это был его дом. И, судя по всему, мы спасли жопу Алисии, раз музыка поменялась. Я проскользила по веревке до первого этажа здания. Правая рука крепко сжимала черную металлическую коробку. Она нашлась совершенно случайно, когда я упала на пол, стараясь избежать тяжелого дыма. Коробку приклеили под кушетку. Пусть я не смогла устранить Ляна Дзелуна, Рэй предупреждал, что коробка должна быть главным приоритетом. А, ну да, то есть, по сути, с ней все в порядке. Охранники ворвались в офис сразу после моего побега через окно. Один из них приказал последовать за мной. Но уже слишком поздно. Я села на мотоцикл и умчалась на полной скорости. Спустя несколько минут я добралась до переулка в Мелоди Хобла. Рэй раскрыл коробку. Внутри нее оказались два куба размером с ладонь. На них были странные отметины. Это уже какой-то Малхолланд драйв начинается, хотя... Хотя там был ключ. Он вознаградил меня, убедившись, что предметы остались нетронуты. После того дня на животе у меня появилась татуировка дракона. Рэй сказал, что я заслужила этот знак. Он является доказательством того, что я и в самом деле принадлежу ему. Мне не нравится идея, что Алисия кому-то принадлежит, если честно. Но как бы там ни было, все. Надо просто запомнить, что для ее хорошей концовки нужно отступить на два шага, а потом всю квартиру охватил огонь. Но что же делать с вами, ребята? Что же делать с вами-то, а? Ага. Тут мы опять на плохую концовку Алисии посмотрим. Ну ладно, что же поделать. Моей цели президента корпорации Ильяна Дзелуна не оказалась в офисе. Помимо убийства у меня была еще одна важная задача – найти черную металлическую коробку. И мне повезло. А, да, то есть это тоже хорошее концовку? Нет, скорее всего нет. Покинув офис, я вновь проскользнула на лестницу. Практически никого. Я, одетая в форму уборщицы, спокойно спускалась с 33 этажа. Я добралась до 5 этажа. Четверо охранников и человек в халате врача прошли мимо меня. Человек в халате показался мне знакомым, поэтому я обернулась, чтобы убедиться. Он посмотрел на меня в ответ. И тут я вспомнила. Это его вызвали присматривать за мной, когда меня мучила лихорадка в особняке денежного дзя. Весь персонал, все подопытные были убиты. Никого не осталось в живых. И все знали, что это дело рук черного дракона. Но никто не осмеливался заговорить об этом. В конце концов, денежный дзя был всего лишь богачом без связи и серьезной поддержки. Никто не подозревал, что были выжившие в этом несчастном случае. И если кто и выжил, этот человек будет крепко связан с черным драконом. Если доктор узнает меня и расскажет кому-нибудь, то они свяжут смерть босса с группировкой. Это обернется серьезными проблемами для Рея. Шаг за шагом мы все больше отдалялись друг от друга. И тревога охватывала мое сердце. Капля за каплей, словно вода из плохо закрытого крана. И прежде чем они скрылись из вида, я приняла решение. Кинжал, словно серебряная молния, пронзил воздух и вошел в горло доктора. И в следующую секунду четыре пули из моего пистолета с глушителем убрали остальных свидетелей. Ну ты даешь! Я в последний раз посмотрела на доктора, что спас мне жизнь. Разве он заслужил это? Он лежал на ступенях, прижимая левую руку к круге. У меня не было возможности узнать его имя. И больше никогда не будет. Я закрыла глаза, покачала головой и обернулась. Когда я ощутила, как что-то коснулось моей спины, было слишком поздно. Холодное, такое знакомое, но странное чувство пробиралось сзади через мою кожу, между ребрами. Проходило насквозь через сердце. И, наконец, вышло через наружу с другой стороны. Через наружу. Велик могучий русский языка. Мой кинжал не задел артерию. Капля милосердия в моем сердце заставила меня совершить ужасную ошибку. Я наблюдала, как коробка выпадает из моих рук и падает вниз по лестнице, гремя. Я пыталась поймать ее, но не смогла. Да, вот это триллеры. Инстинкты, оставшиеся со времен обучения кунг-фу в храме Шаолин, говорили, что здесь нельзя оставаться. Нужно выбраться как можно скорее. Я уверенно приземлился на асфальт в тот же момент, как послышался звон разбитого стекла. Затем у дома остановились две машины. Люди, что из них выходили, оказались офицерами третьего подразделения. Образ Мин Джуна, лежащего с широко распахнутыми глазами, все еще стоял у меня перед глазами. Как он умер? И почему был здесь? А почему третье подразделение показалось именно сейчас? А что насчет той подозрительной анонимной наводки? Накопилось слишком много загадок, которые хотелось бы обсудить с лейтенантом Каном, когда мы снова встретимся. Я не мог даже предполагать, что на следующий день узнаю еще более шокирующую новость. Он тоже погиб. И люди Ким Чон Хо выписали ордер на мой арест, заявив, что я дезертир. Нормально. Это дело, накрепко связанное с четвертым подразделением, покатилось, как снежный ком. Я больше не контролировал ситуацию. Наверное, не стоило убегать. Наверное, все было бы иначе, останься я там. Понятно. Я разбил окно ванной. Осколки упали на мужчину, что лежал без сознания. Я перевернул его. Лейтенант Кан. В то же время за пределами комнаты разверся настоящий пылающий ад. Дым просачивался через щель под дверью. Температура ощутимо повысилась. Благодаря офицерам третьего подразделения, что прорвались через входную дверь, у меня получилось вынести лейтенанта из пожара. Его отвезли в больницу на скорой. К счастью, состояние оказалось некритическим. Доктор диагностировал сильное алкогольное отравление. Но настоящим шоком стало то, блин, зараза. Я думала, мы все. Мы вышли на концовку С, но нет. Пулевое ранение. Это тоже плохая концовка, да? О, ни хрена себе. Их так много. Ага. А у Алисии сколько, интересно? А у Алисии еще три осталось. Но у нее-то мы уже... С ней-то мы уже разобрались. Ёлки-палки. Так, друзья, товарищи, честно говоря, я не знаю. Судя по тому, что музыка продолжается... Мы все-таки не смогли вырулить на лучшую концовку. Но ладно, я попробую почитать. Пламя в гостиной разгоралось все сильнее. Я прикрыл нос и осмотрелся. Но я едва мог различить хоть что-то. Мин Джун по-прежнему мертв. Огонь облизывал одежду офицера Мин Джуна. Я просто не мог оставить его здесь. Я вытащил его и передал лейтенанту Киму, что ждал в коридоре. Огонь так сильно разгорелся, что мы не могли вернуться внутрь. Пришлось ждать подкрепления от пожарных. Так, ну это вроде бы тоже было. Ага, труп был сожжен до неузнаваемости. И это был труп лейтенанта Кана. Все плохо. Я, кстати, пропускаю концовки Алисии. И там в основном в этих концовках всех она погибает от взрыва. Либо все равно ей прилетает, когда она пытается сбежать. Как-то так. Если бы я только обыскал комнату. Но вскрытие уже сделано. Расследование находилось под полным надзором третьего подразделения. Обыскал комнату? Еще одна концовка Б? Подожди. Тогда может так? Ага, для Алисии это плохой исход. Ну понятно. Охранники ворвались внутрь и поймали меня. Я запрыгнула за диван, используя его как прикрытие. В моей униформе спрятаны четыре пушки и сотни пуль. Победа у меня в кармане. Я достала пистолет и нацелилась на здоровяка у двери. Но шкаф в самом углу комнаты внезапно взорвался. Ага, ну вот видите, опять она взрывается. Так, ты разбил окно в ванной, обнаружил лейтенанта Кана. Когда я притащил лейтенанта в гостиную, он задел ногой дверцу шкафа и оттуда выпало тело. Я узнал его. Офицер Минджуна. Прошло всего несколько дней с тех пор, как мы встречались. Никогда бы не подумал, что когда в следующий раз увижу его, он окажется в таком состоянии. Времени на размышления толком не было, так что пришлось оставить Минджуна на лейтенанта Кима. Сам я отвез лейтенанта Кана в больницу. К счастью, состояние его оказалось не критическим, хотя лейтенант впал в кому. Ну да. Доктор диагностировал сильное алкогольное отравление. Но это было только начало. Ну ё-моё, ребят, почему так сложно? У меня не получилось осмотреть офицера, потому что нужно было как можно скорее отвезти лейтенанта в больницу. Так и что ты мне предлагаешь-то, ёлки-палки? А-а-а, осталось как... А, нет, это у Алиси осталась одна концовка. А у этих ещё четыре. Три концовки Б. Ну ужас же какой-то. Четыре плохих. Одна А. Я, честно говоря, не уверена, уже сегодня я с этим справлюсь или нет. Слушайте, а здесь в этом письме появилось кое-что новое. То есть Чангин Мин начал осматриваться, заметил свечи, заметил пролитое пиво и снова заметил перевёрнутую фотографию. Фотографию лейтенанта Кана и женщины лет 30. Тут, кстати, даже раз он не прокомментировал, то, наверное, это не Джи Йон был, а кто-то другой. Он выглядел намного моложе и даже чуточку застенчивым. Оба они были в форме и с оружием в кобуре. А, скорее всего, всё-таки это Джи Йон. Я долго не мог отвести взгляд от женщины. А потом всё же вспомнил. Она бывший... А, нет, она бывший лейтенант 2-го подразделения Чегаль Сок. Легендарная личность в Пусанском полицейском участке. Красивая, но, что важнее, по силе превосходящая любого офицера. Знаменитая своей невероятной смелостью и решимостью. Ставшая кумиром почти для каждого молодого полицейского. Даже во время учёбы в академии многие мои однокурсники носили с собой её фотографии. Поэтому-то я её и узнал. Конечно, фото было сделано до её смерти при исполнении. А лейтенант Кан выглядел так, будто только начал службу в участке. Может, он тоже был её поклонником? В этом нет ничего странного. Так, получается, это дом лейтенанта Кана. Но что здесь делает тело Минджуна? Тут я вспомнил анонимную наводку, и подозрения усилились. В офицера Минджуна стреляли. Он в той одежде, которую надевал, когда работал под прикрытием. Я вернулся и осмотрел тело. Карманы пусты, но на поясе связка ключей. Послышались шаги лейтенанта Кима. Он вышел из ванной. Должно быть, задавался вопросом, почему ему не ответили. Я быстро снял ключи и спрятал их. Пожалуйста, Будда. Прошу тебя, даруй мне благословение, чтобы я смог отыскать правду и отомстить за офицера Минджуна. Е-е-е-е. Так, всё, я всё-таки справилась с этими письмами. Теперь только у Алисии нам надо выставить её концовку. Надо только вспомнить, вспомнить, как это делается. А, отступила на два шага, а потом всю квартиру охватил огонь. Всё, всё, ребят, всё у меня получилось.